Всем привет! С вами Зар Захаров и проект LoftBlog и сегодня мы будем с вами продолжать говорить об AngularJS. Я надеюсь вы смотрели мой видео урок знакомства с AngularJS, в конце которого я обещал, что мы будем шаг за шагом рассматривать фонкад приложения, которое между прочим рекомендуют сами разработчики Angular, как лучший учебник для знакомства с AngularJS. Так что в этом уроке мы начнем с подготовительной части, так сказать, базы, основы, структуры нашего приложения, чтобы нам было дальше с чем работать. И конечно же будем параллельно все разбирать и рассматривать. Каждый урок будет посвящен не только фонкад приложению, но и каким-нибудь директивам или же, например, непонятным моментам в самом приложении. Не буду долго разглагольствовать и приступим сразу же к работе. Давайте создадим папку, в которой будет храниться наш проект. Советую вам создать ее где-нибудь понадежнее, чем просто на рабочем столе, ведь мы будем работать с ней не один урок. Я использую терминал для создания папок и перемещения по ним. Надеюсь вы понимаете, что вам не обязательно делать все то же самое. Я буду работать через терминал, так как у меня macOS. Если у вас Windows, то советую вам воспользоваться git bash, командная оболочка для git, которую вы можете скачать с сайта git smc.com. Ну а как им пользоваться, есть немало видео уроков, в том числе и на нашем канале LoftBlog. Дальше зайдем на официальный сайт angularjs.org и зайдем в раздел develop tutorial. Вначале описано, что это за приложение, чему оно нас научит и так далее. Пропустим это все и дойдем до заголовка download angular phonecat. Копируем нужную нам строчку git clone и заходим в терминал. Переходим в нашу папку, в которой будет храниться наш проект и запускаем соответствующую команду. После чего заходим в эту папку при помощи команды cd angular phonecat. И несмотря на то, что мы будем работать только с клиентской стороной, нам потребуется еще и сервер, на котором мы будем тестировать и реализовывать наше приложение. Разработчики Angular советуют для этого примера использовать дружественный для Angular Node.js версии 0.10 и выше. Если у вас не остановлен Node.js, вы можете его скачать с официального сайта nodejs.org, ну или же поставить пакетный менеджер npm, по которому у нас есть тоже урок. Я же просто проверю свою версию и убежусь в том, что она нам соответствует. После этого нам предлагают поставить все модули npm, но если же вы не хотите занимать много места, можете поставить только те 5, которые указаны здесь. Как я и говорил, нам советуют использовать веб-сервер, так как бывает такое, что браузер не поддерживает JavaScript запросы, а мы этого совсем не хотим. Повторюсь, если пакетный менеджер уже установлен, то все, что нам нужно для запуска веб-сервера, это просто запустить команду npm start. Заметьте, мы находимся все в той же папке, в которой у нас с вами приложение, и это очень важно. Теперь наш сайт будет доступен по этому адресу. Дальше показывается, как запустить unit test и end-to-end test. Что это и как с этим работать, мы будем разбираться дальше, пока шаг этот опустим. После всего давайте зайдем на наш сайт по ссылке и посмотрим на то, что мы сделаем шаг за шагом своими руками. Как видите, дизайн простой, и хотя это не главное в нашем случае, я думаю, мы все же с вами возьмем за основу последний bootstrap и сделаем все красиво и responsible, чтобы убедиться в работоспособности нашего приложения даже на мобильных устройствах. Давайте зайдем в нашу папку angular font-cat и посмотрим на ее структуру. Существует множество способов организации файлов в проектах. Иногда выбор делается без нашего с вами участия, так как некоторые инструменты и фреймворки используют предопределенные структуры каталогов. Но AngularJS не накладывает никаких ограничений на организацию каталогов, что дает нам свободу выбора. Хотя в данном случае разработчики AngularJS решили все за нас. В последующих уроках мы еще коснемся структуры архитектуры проекта, пока что рассмотрим эту. У нас есть папка app, в которой хранится само наше приложение. В этой папке index.html это единственный HTML, который мы будем использовать, кроме шаблонов. Ведь как я уже говорил, AngularJS это удобный фреймворк в создании одностраничных веб-приложений и все происходит на одной странице. В папке CSS лежат стили, в Vmg картинки, которые будут использованы, в папке JS лежат нужные нам файлы JavaScript. Почему их так много и что это за файлы, мы еще с вами разберемся в дальнейшем. В partils лежат templates, в fonts лежат JSON файлы, с которыми мы будем работать, и в BowerComponents лежат все установленные компоненты. Поднимемся снова наверх. В NodeModules лежат модули от пакетного менеджера NPM. Если вы установили всего лишь 5, или же если вы просто вызвали команду NPM install, здесь будут все, что предоставляются NodeJS. Папочка scripts нас не интересуют пока, ну а в тест будут происходить все наши юниты и end-to-end тесты. Как мы можем видеть весь туториал поделен на 12 шагов. И заботливые разработчики каждый шаг закомитили, чтобы мы могли в любой момент фронтсу к любому шагу, если напишем слишком много лишнего или же испортим что-то. Так как сейчас перед нами готовый проект, нам надо сбросить все настройки на нулевой шаг, чтобы мы могли начать работу с ними. Вначале остановим сервер, а после в терминале вызовем команду git checkout step1. Можно снова запустить сервер и посмотреть, что же теперь у нас на главной странице. Все верно, в нашем проекте еще ничего нет, но это пока. Скоро мы это исправим. Давайте откроем наш текстовый редактор и посмотрим на код index.html. В хэд подключен наш стиле и всего один .js файл, который будет творить чуть ли не всю магию. Все остальное нам кажется знакомым, кроме двух моментов. Первое это нестандартная директива ng-up. Подключить .js файл недостаточно. Мы должны активировать наше приложение, как я говорил в предыдущем уроке. И эта директива говорит ангуляру, что именно отсюда и все, что внутри, и есть ангуляр приложения. Эта директива является корнем нашего приложения. Можно сказать, с нее это все и начинается. Двойными фигурными скобками обозначается конструкция, которая демонстрирует основную особенность шаблона ангуляра, так называемое связывание. Мы же будем называть их binding. Binding в данном случае сообщает ангуляру, что он должен вычислить выражение и вставить полученный результат в дом в этом месте. Я думаю, все мы знаем, что если сложить две строчки yet плюс восклицательный знак в js, мы получим результат объединения. Что мы наблюдаем здесь? Вообще, binding позволяет эффективно обновлять результаты всякий раз, когда выражение изменяется. Это можно было увидеть в прошлом уроке, и еще мы увидим не раз в последующих. В двойных фигурных скобках мы можем заключить не только выражение, но и переменные, функции и многое другое, чего мы увидим в последующих уроках. Как только мы запускаем наше приложение, ангуляр автоматически производит инициализацию его. В этом ему помогает директива ng-app. После этого он будет ждать событий от браузера. Например, нажатие мыши, нажатие клавиш или пришедшие HTTP ответ, которые могут привести к изменению нашего приложения, а точнее сказать нашей модели. Ведь ангуляр построен на моделях, не зря же это MVC Framework. Как только событие случается, ангуляр пытается обнаружить изменения в каких-нибудь моделях. Если изменения будут найдены, ангуляр будет отражать их во Vue путем обновления всех измененных байдингов. На данном этапе наше приложение выглядит очень простым. При помощи расширения для Google Chrome AngularJS Batarang можно посмотреть области нашего приложения applications, области наших bindings и области нашей модели, так называемый scope. Давайте напоследок поэкспериментируем. Напишем следующую строчку и обновим страницу в браузере. Как вы видите, мы получили нужный нам результат. Если же опять взглянуть в AngularJS Batarang и посмотреть области наших байдингов, то мы увидим, что их теперь два и все они находятся в одном scope. На этом мы сегодня с вами, думаю, закончим. Дальше будет только интереснее. Надеюсь, все, что мы с вами рассматриваем, вам понятно. Всем спасибо за внимание. Помните, что лучшая возможность сказать спасибо и ускорить выпуск новых уроков – это поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, если еще не успели этого сделать. Оставляйте свои комментарии, вопросы, замечания, пожелания. Я с удовольствием на них отвечу. Ну, а с вами был Зар Захаров и проект LoftBlog. Let's keep in touch и до встречи.